Всем доброе утро! Проект Мир на Кавказе, с вами Турал Агалэ. Сегодня мы в городе Габала, столице древнекавказской Албании, а точнее в селе Нидж в Габалинском районе, где компактно проживают этнические Удины, обитатели древнекавказской Албании, которые жили не только в этом селе, не только на северном хребте кавказских гор Азербайджана, но в том числе и в Карабахе. Да, вы удивитесь, но они не только сохранили свою идентичность, свою культуру, язык, но и свою религию. Это их древняя церковь, Албанская Удинская церковь. И сегодня мы будем свидетелями воскресной молитвы. Итак, мы в селе Нидж, это древнее албанское село, где компактно проживают, можно сказать, исключительно Удины. У них свой язык, свои традиции, своя церковь. Это древние азербайджанские христиане, которые дошли до наших времен. Роберт Меллим, он руководитель общины Удинской. Роберт Меллим, как вы относитесь к этой дезинформации, о которой мы только говорили, которую распространяют армянские лоббисты, тролли и официальные лица? Во-первых, добро пожаловать к нам, в нашу церковь Нидж, где компактно проживают Удины. Это нам очень приятно. В принципе, наша община в курсе делала насчет обращения спикера парламента, потом президента Армении, я имею в виду в кавычки, Арцаха, который обратился к малым народам, этносам, этническим группам, что мы сдавали, как сказать, свои оружие, мы отказались от службы в армии. Но на сегодня история такая, что вы сами увидели, что мы помолились за нашу молодежь, которые, на самом деле, на фронте, в окопах воюют. Это наша родина, это наш Карабах, это наш Азербайджан. Поэтому мы Удины не на стороне. Азербайджан многонациональный и многоконфессиональный стран. И в этом палитре Удины особое место занимает. Для нас Карабах это очень, как сказать, родной. Это наша древняя история, это наша албанская церковь. И мы Удины не должны оставаться в стороне. Конечно, мы молимся, молимся за Азербайджан, мы молимся за мир Азербайджана. А сколько можно терпеть? Это не 30 лет, это около 200 лет наши наследия остаются под оккупацией армянской. Потому что эти албанские церкви никакое отношение к армянской церкви не имеют. Это наша церковь. Это церковь, которая, на самом деле, единственная паства Удины, которая сохранила христианство. Несмотря на все катаклизмы, историю населения сохранили. И мы на своем, как сказать, языке ведем службы, молимся, потому что это наше родное. Вы представляете, как в Мелике в Юлистане были Удины даже. Из них два Мелика были Удины. Вот что превратился. Многонациональный Карабах превратился в мононациональный, потому что вытеснены народы. Исламский фактор, христиане непосредственно подчинены армянской церкви, вытеснили мусульман, а те албанские племена, которые были христиане, две недели делились в армян. Мы сегодня в Карабахе не видим албанских христиан. Мы не видим там Удины христиан. Мы видим только армян. Это мононациональная, моноконфессиональная страна. Поэтому Удины не могут остаться страной. Для нас это родное. И опять хочу повторять. Очень интересная ситуация получается. Если армяне нас любили бы, мы бы там жили бы. Если армяне нас, как сказать, уважали бы, мы бы сохраняли бы нашу культуру, нашу традицию. Представляете, даже в советское время ни один Удин не обучался в вузах Ереван. Вот что означает. Потому что политика, политика Армении, политика именно армянно-грегорианской церкви, это растворение христиан в этой пастве. Поэтому страна, которая фактически, ну как бы сказать, рекламирует фашизм, потому что именно единственная страна на Кавказе это мононациональная. Взять посмотреть, вот именно Армения, соседняя Армения, Кокистан, Грузия многонациональная, Иран многонациональная, Турция многонациональная, Россия многонациональная, многоконфессиональная страна. Почему Армения? Потому что там не смогут, не могут жить другие народы. Или должен был геотанизироваться, или их вытеснение. Яркий пример Караваха. В последнее время азербайджанцы вытеснили фактически. А я не говорю о Будинах еще. Вот такая история. Вот армяне пытаются дать окраску религиозную этому конфликту, что это типа мусульмана-христианская война. Но вот мы видим, что вот христиане тоже, взяв в руки оружие христиане Азербайджана, даже и русские тоже азербайджаны, добровольно записываются в армию, идут воюют. Как вы, то есть вот, является ли это правдой, что вот это христианно-мусульманская война? Не, мы служители к церкви, конечно, пасху не можем сказать, что она воевает. Мы всегда ищем мирный путь. Единственное, это нас на Кавказе, который у нас нет оружия, как с национальной формой. Мы всегда ищем именно не тот путь, военный путь, а ищем наоборот, чтобы был мир, мы могли прийти к мирным соглашениям. Потому что всякая война кончается мирным прекрасным. А что касается вопроса, который были поставлены, на самом деле, ну, как я вам сказать, история показывает, что народ, удинская паста, удины, вот именно сохранились. Именно сохранились благодаря тому, что мы отказались от церкви. Мы не диетнизировались в армию. И вот, что интересно, что именно среда, мультикультуральная среда, на самом деле, в Азербайджане, дает очень сильный толщу в сохранении этносы, наследия, культур, этнических меньшинств в Азербайджане. Да, эта страна, мусульманская страна, где делена 6%. На сегодня, в трудные времена, когда идет война Каравана, когда у нас война идет не только в Азербайджане, война во всем мире против COVID-19, Азербайджан восстанавливает, реставрирует церковь для удин. Вы сами сегодня увидели, какая прекрасная церковь, это самая большая восточная церковь, реставрируется для удин. Вот яркий пример тому, что, как относится Азербайджан не только малым народом, не только этническим местом, но еще христианам. Да, на самом деле, были такие вопросы, которые здесь вытесняют христиан. Даже, я бы сказал, что у нас обращение было именно к президенту Франции, что мы христиане здесь живем. Мы здесь живем, исповедуем на своем языке, молимся на своем языке, наша церковь, наша история, наша традиция. Тут нет таких проблем. У меня полрода лично христиане. Да, это у меня полрода христиане. У нас в Азербайджане все динаминации существуют, не только церкви, все протестантские течения. У нас русская православная церковь, у нас католическая церковь, у нас наша восточно-албанская церковь. Все динаминации в Азербайджане существуют. Я еще помимо того, как председатель библейского общества Азербайджана, у нас большой союз христианских общин в Азербайджане. Вот именно где мы объединили все христианские общины. Русская православная церковь, католическая церковь, все динаминации. Потому что Азербайджан – это богатство. У нас мы не гордимся богатством. У нас самое сильное богатство, самое большое богатство – это народы. Это палитра народов, этноса, конфессий в Азербайджане. Вкратце, что вы хотели бы передать армянам на своем родном языке, в Азербайджанском? Во-первых, то, что мы ждем же, я бы сказал, опять я бы хочу повторить, не 30, а 50, а 100 лет, 200 лет. Во-первых, мир. На Удинском? На Удинском, я что могу сказать? Спасибо большое. Спасибо. Мир на всем Кавказе. Спасибо. Спасибо большое.